Здравствуйте! Сегодня пятница, а значит в эфире итоговый выпуск «Место происшествия» программы, которая не только рассказывает о незаконных явлениях нашей жизни, но и пытается помочь обойтись без них. В студии Татьяна Караханова смотрите в нашем выпуске. Убийство рыбаков на Курском заливе, кому помешали сотрудники ФСБ. 100 тысяч за пищевую добавку, как разводят калининградских стариков. Горят вторую неделю. Жильцы улицы Куприна страдают от массовых пожаров. Берегите паспорта. Документы в руках аферистов становятся орудием преступления. Ограбление Сбербанка одного из преступников осудили. Начнем наш выпуск с шокирующего преступления. Оно произошло на Курском заливе. Спасатели МЧС нашли тела двух пропавших накануне рыбаков. Позже поступила информация, что мужчины работали в ФСБ. Два друга, Александр Кучинский и Сергей Федоренко, рыбачили в акватории Курского залива. В половине седьмого утра один из рыбаков позвонил на мобильный телефон своего знакомого и успел сказать только одну фразу – «По нам стреляют». После этого связь прервалась. Как стало известно, на связь мужчина выходил в районе 21-го километра косы. Полицейским удалось найти лодочный мотор со следами стрельбы. Там же находились вещи рыбаков. Следственный комитет возбудил уголовное дело убийства. На следующие сутки по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний житель Калининграда. 30 июля из залива извлекли тело Сергея Федоренко. На нем множественные телесные повреждения. Поиски Александра Кучинского закончились рано утром в понедельник. На теле многочисленные рубленные раны, предположительно от лопасти винта. В данный момент судэксперты проводят осмотр на предмет обнаружения огнестрельных ран. Проводится расследование. 18 доз героина в нижнем белье нашли у Калининградки. Женщина несколько лет занималась сбытом наркотиков. Но задержать ее удалось только сейчас. К спецоперации полицейские готовились в течение целого месяца. Эксклюзивные кадры задержания. Смотрим далее. Около месяца сыщики вели наблюдение за этой женщиной. По полученной информации она сбывала героин всем желающим. Очередная встреча с покупателем проходила уже под контролем оперативников. Сразу после продажи очередной партии ее задержали. Шли сегодня гуляли тут возле больницы на Гопрофе с товарищем. Увидели знакомых милиционеров. Они за женщиной бежали. Мы им помогли ее задержать. Женщина сама употребляет наркотики. Когда ее доставили в отделение полиции, в ее нижнем белье оперативники обнаружили еще 18 условных доз героина. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Если вина будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Герои нашего следующего сюжета поистине вызывают сожаление. Доверчивые старики в последнее время становятся основными жертвами мошенников. На желании быть здоровыми аферисты зарабатывают баснословные деньги. Калининградская семья пенсионеров благодаря мошенникам лишилась всех своих сбережений. За чудо-препарат от всех болезней старики заплатили 100 тысяч рублей. О печальной и, к сожалению, не единственной такой истории смотрим далее. Раисе Ивановне и Михаилу Николаевичу позвонили на телефон. Приятный голос предложил купить лекарства. По словам продавца, товар не просто препарат, а панацея от всех болезней. Но чудесное исцеление нынче недешево. Предоплата целых 100 тысяч рублей. Пенсионеры подумали и решили, здоровье дороже. И выслали деньги. На факт, что он говорит, ну, коли вы тысячу прислали, присылайте 29, я вам вышлю тут. Ну, это было 9 декабря. Я высыла ему потом через сберкассу эти 29 рублей. И перед самым Новым годом мы получаем аппарат. Старики снова выслали недостающую сумму, но лекарства так и не пришло. Оказалось, для полного курса надо купить ещё 6 ампул. Цена 75 тысяч рублей. Они снова попались на уловку мошенников. Препараты не помогли, да? Нет, ничего. Даже хоть бы, знаете, ребята, хоть бы вот в каком-то организме какой-то пробел бы был чувствительный. Нет. Волшебным препаратом оказалась обыкновенная пищевая добавка. Когда пенсионеры поняли, что их обманули, написали заявление на имя министра внутренних дел. В ответ им пришёл ответ из департамента уголовного розыска. Местные силовики пока ничего не предпринимают. Но пенсионеры надеются, что правоохранительные органы помогут вернуть хотя бы часть сбережений. Человек, о котором пойдёт речь в нашем следующем сюжете, тоже почтенного возраста. Однако героем нашей программы он стал не из-за проделок аферистов, а из-за пристрастия к алкоголю. Старик изрядно выпил и не смог дойти до дома. На помощь пришли полицейские. Смотрим на экран. На пульт дежурного по УВД поступило сообщение, что возле одного из домов по улице Мариупольской лежит мужчина. Жив он или нет, неизвестно. Но выяснить это отправился на ряд подробно-постовой службы. Оказалось, мужчина пьян. Рядом валялась бутылка со спиртным. Где живёте? Живу тут. А? Квартира какая? Где живёте? Знаете, где там мужчина? Да. Квартира. Из-за нечлена раздельной речи понять, где живёт дедушка, получилось не сразу. Пенсионер не мог даже сидеть. Хотя он и пытался помочь сотрудникам правопорядка, но установить место жительства было затруднительно. Полицейские решили поспрашивать соседей, но никто из жильцов дома мужчину не узнал. Наконец, он назвал ещё один адрес. Этот адрес оказался верным. И спустя несколько минут мужчину уже увезли домой на радость родственникам. Второй раз за неделю жильцы пятиэтажки на улице Куприна спасаются от пожара. В доме один за одним горят электрощиты. Люди остались без света и связи. В причинах возгорания попыталась разобраться наша съёмочная группа. Татьяна Пригора опять не спала всю ночь. В четыре утра она проснулась от шума и крика на лестнице. Соседи бежали вниз. Был жуткий дым, едкий дым, чёрный, ничего не было видно. И горел вот этот наш щиток, который вот с этой стороны. В доме 20 по улице Куприна на лесочной клетке между четвёртым и пятым этажами загорелась электропроводка. Спасатели эвакуировали 30 человек и потушили огонь. Ровно неделю назад в этом же подъезде горел целый стояк. Из-за этого люди остались без света, телефона и интернета. На лестнице у нас теми. Представляете, как люди выходили с детьми. Это было, я не знаю, это счастливо. Представляете, что не было паники. Вот, то есть по ощупью, по перилам люди выходили. Там кто с документами, кто с детьми, кто с котами, кто с чем. Анна Павловна второй раз убирает последствия пожара. В свои почти 90 лет она перемыла всю квартиру и весь четвёртый этаж. В первый пожар она чудом осталась жива. Соседи просто забыли сказать бабушке про эвакуацию. Два дня дышать тяжело было. А сейчас как себя чувствуете? Сейчас нормально. Немножко тут тоже драло. Но сейчас нормально уж. Я открыла всю ночь, стояли у меня. Вы пока стоят, протяните. Просто протолкните. Причина пожара ещё выясняется. Но электромонтёры знают, в чём дело. Провода не выдержали большой нагрузки, сплавились и загорелись. Гарантии, что такое не повторится, практически нет. Контрольные замеры делаются. Контрольные замеры выявляют неисправности. Если низкая изоляция, значит, перетягивается или ищется место пограждения. Всё это. Но одно дело, то, что это никогда не предусмотришь. Испытания провели. На следующий день ещё что-то может быть. В Калининграде два основных адреса, где горит электропроводка. Это Литовский вал и улица Куприна. Пока в зданиях не заменят провода и не устранят неисправность полностью, такие происшествия могут повториться. А теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Розыск». Внимание! В Калининграде ищут опасного преступника. Мужчину поймали за хранение амфетамина. Чтобы уйти от наказания, он угнал машину и скрылся. Сейчас преступник находится в бегах. Внимание на экран. Волков Дмитрий Александрович, 1982 года рождения, уроженец города Немана. Мужчина уже был ранее судим. После того, как его обвинили в хранении наркотиков, подозреваемый скрылся от следствия. Сейчас он может находиться с людьми, употребляющими запрещенные вещества, а также в местах массового скопления. Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного преступника, просьба сообщить в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Конфиденциальность гарантируется. Позарилась на чужое. Калининградка украла сережки и мобильный телефон. Пока товарищи распивали спиртное, женщина воспользовалась моментом и обчистила своих приятелей. Причины преступления выясняли следователи и наша съемочная группа. Эта женщина уже судима за сбыт наркотиков, но в этот раз она попалась за кражу. На улице Дрожжевой она распивала спиртное со своими знакомыми. После того, как пьянка закончилась, одна из женщин обнаружила пропажу своих сережек. А мужчина лишился мобильного телефона. Но признавать свою вину задержанная Елена не спешит. Ни за что не задержана. Ну, а как вы сюда попали? Просто так. Через некоторое время она разговаривалась. Оказалось, причина кражи проста. Личная неприязнь к собутыльникам. Я ее бил и бью. Ну, за что? Без протокола я имею. Я не подпишусь. Ну, и что? Для себя, для чего? Почему? Она вот такая хабалка трамвайная, хамло трамвайная вообще. Мало того, что там все выпивают, но она походу вообще такая. Сейчас дальнейшую судьбу Елены решают полицейские. В настоящее время женщина задержана, житель из того же самого района. В настоящее время бьется следствие и проводится проверка. Если вина задержанная будет доказана, ей грозит до 5 лет решения свободы. Утерянные паспорта стали добычей аферистов. Владельцы документов даже не предполагали, что на их имя оформили казенное имущество. Пара калининградцев взяли вещь в прокат на чужое имя. Что было далее, смотрим. Накануне этот мужчина и молодая женщина на проспекте Шевченко зашли в прокат. Взяли там лодку, телевизор, фотоаппарат, генераторы и даже бензопилы. Все имущество оформили на чужие паспорта. Документы были утеряны пару лет назад. Правда, заявления об утере от владельцев не поступало. Казенные приборы предприимчивые преступники продали. Деньги потратили на собственные нужды. После заявления хозяина проката аферистов задержали. В настоящее время проводится отработка данных граждан к аналогичному преступлению. Громкое дело об ограблении Сбербанка продолжается. Одному из преступников вынесли обвинительный приговор. За содеянное мужчина отправится на 4 года в колонию строгого режима. На заседание суда побывала наша съемочная группа. Это преступление поразило всю общественность. В апреле этого года двое молодых людей под видом сотрудников Сбербанка зашли в одно из отделений и похитили более 6 миллионов рублей. С пистолетом и топором в руках они связали всех сотрудников и похитили деньги. Оперативники вышли на след и задержали трех калининградцев. Одного из похитителей осудили в Балтийском районном суде. Слушается уголовное дело по обвинению мужчин Костанислава Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 4, ст. 162, ВКОРС. Подсудимый на заседании попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Мужчина пошел на сотрудничество со следствием. Полностью раскаивались о деле. Полностью призвано признаваться в своем вене под присудительным демонстратом, чтобы у меня была возможность страдиться и разрешать ущерб. Я извиняюсь перед всеми сотрудниками из Балтийского района. Полностью. Пусть просят. Суд учелся смягчающие обстоятельства и вынес приговор. Признать Анищенко Станислава Сергеевича виновных в совершении преступления предусмотренного. Пунктом В, части 4, ст. 162 КРФ. Назначительное наказание для четырех лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Анищенко до вступления приговора в законную силу оставить прежнее содержание под стражей и срок отбытия наказания ему исчисляет 24 апреля 2011 года. Теперь осужденному придется провести 4 года в колонии строгого режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, а его подельники в ближайшее время тоже отправятся за решетку. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.50, сразу после службы новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 20.00. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких.